Из сектора Газа эвакуировали 59 украинцев. Посольство Украины в Израиле сообщает в соцсети, что 7 и 8 марта удалось эвакуировать большую группу украинцев в Египет. Цитирую. Благодаря усилиям представителей Главного управления разведки Минобороны Украины и дипломатических работников украинских посольств в Израиле и Египте эвакуация прошла успешно. «Украинские граждане размещены в гостинице на территории Египта. В ближайшее время они прибудут в Украину». Известно, что украинских граждан вывели на территорию Египта через контрольно-пропускной пункт Рафах. Среди почти шести десятков человек – большинство женщины, 37 и 15 детей. Тем временем в секторе Газа произошла трагедия. По крайней мере, на этом настаивают хамасовцы. Издание CBS News ссылается на представителей Министерства здравоохранения Газа, которым руководит Хамас, и очевидцы сообщают, что из-за сброса гуманитарной помощи 8 марта погибли по меньшей мере 5 человек. Соединенные Штаты Америки, Иордания, Египет, Франция, Нидерланды и Бельгия 8 марта сбросили с воздуха помощь над газой. Так людям пытались доставить самое необходимое, в частности еду. Но один парашют не раскрылся, и груз упал в толпу. По подсчетам медицинских работников, контролируемых Хамасом, среди пяти погибших было два мальчика. Еще 11 человек получили ранение. Отмечается, что якобы точный возраст погибших неизвестен, а раненым от 30 до 50 лет. В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки прокомментировали произошедшее. На официальной странице в соцсети Центральное командование США разместило такой комментарий. Цитирую. Нам известны сообщения о гибели гражданских лиц в результате сброса гуманитарной помощи. Выражаем соболезнования семьям погибших. Вопреки некоторым сообщениям, это не было результатом авиадесантирования США. Мы можем подтвердить, что США не повлекли смертельных случаев при поступлении нашей помощи в газу. Кроме того, Соединенные Штаты Америки предложили создать морской порт на побережье сектора газы. Он станет дополнением к египетскому контрольно-пропускному пункту Рафах в доставке гуманитарной помощи.